28 декабря в нашей больнице произошла передача гуманитарной помощи от благотворительного фонда «Слаутич Чернобыль-Розвиток». Оборудование и расходные материалы доставлены из Германии города Ветцлар. Благодаря фонду «Чистого майбутнего» директор Лукас Хигсон и немецкому активисту Кристофу Шаму, общая сумма оборудования составила более 60 тысяч евро. Наша больница, в частности, получила 4 дефибрегулятора, лабораторную центрифугу, средства индивидуальной защиты и расходные материалы. В Германии есть маленький город Ветцлар. Он очень похож на Слаутич, и там живут мои друзья, которые с удовольствием отвлеклись на мою просьбу о помощи для нашей медицины Слаутича. Больше чем полгода мы вели переговоры, мы составляли списки, мы договаривались с таможней. И, наконец-то, хоть и малая часть, где-то одна пятая, часть того, что я могла бы забрать сюда, в Слаутич, но все-таки она приехала, и приехала она благодаря Лукасу. То есть спасибо ему огромное, что он какими-то мысленными и немысливыми путями все-таки смог доставить эту помощь нам. Следующая поставка гуманитарной помощи, по моим оптимистическим прогнозам, это март месяц. Плюс к тому, через две недели будем открывать благотворительное финансирование на фонд Слаутича Чернобыля развития, директором которой я являюсь, 380 тысяч евро для покупки аппарата КТ. Опять же, я очень оптимистично настроена. Четыре страны нам будут помогать, это Япония, Канада, Америка и Германия. Я очень надеюсь, что где-то через полгода мы все-таки сможем собрать эту сумму, и у нас появится этот аппарат. В лютому нового року начали цю работу по передаче обладнання до лекарни Слаутича. Потім ковід, пандемія, карантини, и все зупинилось. И, честно говоря, я думал, что уже все, уже ничего не будет, потому что мы же не сменилися. Мы все теперь ходим в масочках, обладнание медическое требует всем. И кто его нам отдастся? Я не знаю, как нам это было. Дякую Лукасу, особенно пані Наталі, за эту работу шаленую. Это просто невероятно. Это просто невероятно. Вы величина молодежь, вы настоящий патріот Слаутича. Я уверен, что у нас будет не четыре страны, а пять, потому что еще есть Украина. Но мы должны все переехать к этому. Для себя. Поэтому фонд працюет и для украинцев, и славичан так же. Я уверен, что в следующем году у нас точно будет КТ. Мы получили финансирование с областного бюджета, 7,5 миллионов, на реконструкцию и отделение интенсивной терапии. И уже с сечня начнем все тендерные процедуры, чтобы в сезон будильный начать ремонт. И тогда у нас будет сучасное, качественное отделение интенсивной терапии, в соответствии с классным обладнанием. И КТ там будет точно не займ. Поэтому всех с праздничными святами, с гряздом, тех, кто уже святкувал и тех, кто будет святкувать, с новым роком. Здоровья нам всем и с нового иммунитета. И дякую вам еще. Это помощь шла ни с какого-либо фонда. Это просто люди, немцы, приносили кто деньги ему, кто покупал в аптеке все, что вы здесь видите. И просто сносилось это все в одно место. И благодаря ему, благодаря его терпению, ему огромному потраченному времени, то есть он собрал это все. И вот Кристоф, огромное ему спасибо. Он дальше планирует с нами работать. И он даже плодит от того, что мы хотим уже организовать официально программы. Программы достаточно долгосрочные. Ну, первая программа планируем на два года. Это сбор КТ. И плюс там у нас еще есть свои планы. Пусть это будет моя маленькая зеленка. Поэтому Кристоф просил передать славучанам, что славучане для немцев это герои. Это люди, которые спасли весь мир. Тут много обладнаний, рязного. До речи, есть серьезное обладнание, которое действительно потребует на сегодняшний день наша лекарня. Особенно наше реанимационное отделение. Но, опять же, смотря на эти маски, вы знаете, напевно, очень символично, что, напевно, Славутич на сегодня есть первым городом в Украине, когда эти маски, они идут не за кордон, а они, наоборот, идут за кордон до нас в Украину. Поэтому дякую всем, кто принял участь в доставке этого всего обладнания. Будем стараться. Всем желаю здоровья. Присутствующие на передаче врачи поблагодарили украинские и немецкие фонды за проделанную работу и стуль драгоценный новогодний подарок.